Всех приветствую на своем канале. Сегодня я хочу поздравить с наступающим 8 марта всех девчонок, мам, бабушек. Пожелать вам оставаться всегда такими же красивыми, веселыми, добрыми, любить и быть любимыми. Чтобы нас мальчишки, папы и дедушки любили, уважали, ценили. И хочу также вам сегодня показать, как сделать вот такую вот восьмерочку подарочек своими руками, магнитик на холодильник. Вот, как вы видите, делается он очень легко и просто. Здесь есть где разгуляться в вашем фантазии. Я хочу вам предложить свой вариант, а вы уже сами оттолкнетесь от основы и украсите, как вам подскажет ваша фантазия. Присоединяйтесь. Для такого магнитика, как у меня, вам понадобится пряжа двух цветов. Сиреневый для цветочка и в качестве обвязки основного красный. Теперь метр проволочки, две ленточки разного диаметра, разного цвета. Серединка в цветочек, у меня это маленький цветочек, два магнитика. Если у вас магнитики, как у меня, без отверстия для пришивания, то вам нужно будет еще клей. Если же у вас просто колечки магнитики, то тогда просто их можете переметать мелкими стежками. Также понадобится крючок для обвязывания и ножнички. Также иголочка с большим ушком. Из метровой проволочки вам нужно скрутить восьмерку любого диаметра. И затем в правой части вам нужно закрепить вот таким образом, так сказать, проволочку, чтобы у нас было не просто как бы восьмерочка, а еще немножечко было в пределах восьмерки вот такая вот проволочка. Мы почему ее оставляем? Для того, чтобы потом закрутить, так сказать, пришить к ней или закрутить, чтобы, в общем, наши детальки не ерзались как бы по кругу, а благодаря ней мы закрепим на ней, так сказать, наше украшение. Спрятали кончик остальной проволочки и вот на эту детальку мы будем с вами крепить, так сказать, наше украшение. Теперь берем крючок и ниточку основного цвета, красного у меня, это у вас какой-либо, и закрепляем вот здесь вот, так скажем, начало нашего вязания. Хотите, можете завязать узелок, хотите, просто закрепите ниточку, то есть как вам удобно, так и делайте. Делаем воздушную петельку и закрепляем, так сказать, столбик наш вот так. По кругу обвязываем столбиками без накида, чтобы проволочка у вас была в середине вязания. То есть ныряете в колечко, захватываете ниточку вот так вот и сквозь две петельки провязываете. В общем, обвязываем нашу восьмерочку столбиками без накида. Обвязывайте плотненько, чтобы не было видно проволочки. Если у вас были такие же, так сказать, закругления, как у меня, при сворачивании восьмерочки, то тоже делайте вот так вот тугенько. Обвязывайте по кругу сначала один кружочек, затем второй кружочек. Когда дошли до того момента, где мы оставляли проволочку, вы точно так же продолжаете провязывать столбиками без накида, обвязывая вместе, так сказать, стеночку восьмерки и вот эту проволочку, которую мы оставляли. В принципе, она как бы нам нужна так, чтобы ее не видно было. Мы просто за нее будем крепить, чтобы не ерзалось наше украшение. Дообвязывали контуры восьмерочки, а теперь делаем одну воздушную петельку и ниточку немножечко, так сказать, оставить, ну, где-то с полметра оставьте для закрытия серединки. Вытаскиваете, так сказать, основу ниточки и вот так вот начинаем обматывать серединку. То есть в серединке можно не обязательно столбиками без накида, а просто закрыть вот эту проволочку. Вот так вот обматываете обычными стежками. Все, восьмерочка основа у нас готова. Предварительно я с предыдущего видеоурока взяла, связала вот такой вот маленький цветочек. Вы возьмете его дополнительным цветом свяжете. У меня есть в предыдущих видеоуроках маленький цветочек. Вот, и в серединку я пришиваю цветочек маленький, который я взяла. А вы хотите, можете взять бусинку, какие-то разные кусочки, так сказать, различных пуговичек, украшений. В общем, что у вас есть из остаточков, так сказать, из такого вот мелкого, красивого, яркого, довольно-таки, может, какой-то бисер, бусинки. И, не знаю, в общем, всякие-всякие-всякие различные мелочи, ерунда, которые вам не нужны, так сказать, в обычной жизни, так сказать. А в творческой они, вот, как вы видите, играют очень даже хорошую роль. Теперь берем, вставляем ниточку, обычную швейную в иголочку. Желательно какого-то такого цвета, который у вас будет на ленточках. То есть, либо это будет зелененький салатовый, либо это будет розовенький. Это в данном случае у меня. У вас это какой, в общем, какой у вас цвет. Я заправила, решила в красный цвет, тоненький. Почему? Потому что у меня восьмерочка красного цвета. Я решила, что если пришивать таким же цветом, будет не видно стежки. Берем ленточки. Неважно, каких размеров абсолютно, каким цветом, еще раз повторюсь. Я, например, решила взять толстую и тонкую, для того, чтобы вместе, как бы накладывая друг на дружку, свернуть. А свернуть я буду сворачивать вот как. Налаживаем ленточки двух цветов друг на дружку, или у вас одна. И делаем вот такое вот, как бы, сворачивание, как георгиевская ленточка. И затем вот этот кончик, который у нас подлиннее, вот один короче, один длиннее, мы, получается, снова поворачиваем его, так скажем, георгиевской ленточкой наверх. И вот так вот, перекрещенным путем, ложим, вот так вот, делаем, так сказать, бантик. Вот, как вы видите, у меня получился бантик. Теперь иголочкой мы прошиваем этот бантик между собой, чтобы у нас ленточка не спала. Буквально несколько стежков закрепим, так сказать. Можете крест-накрест, можете просто несколько стежков, так скажем, продольными. Буквально два-три стежочка. У нас получается вот такое вот замечательное чудо-ленточка бантик. Я его сразу буду пришивать, бантик, к восьмерочке. Располагаю его где-то вот, где мы решили, что он будет у нас находиться. У меня это правый нижний угол. Ну, я думаю, что это самое, честно говоря, такое оптимальное место для украшения. Как раз мы там оставляли, чтобы не ерзалось у нас украшение, кусочек поволочки. Вот, чтобы не ходило, так скажем, не крутилось. Пришиваем ленточку и сверху на нее пришиваем цветочек, который у нас уже с серединкой. Если у вас нечего в серединку положить, можете пуговичку пришить, бусинку какую-то. Еще раз повторюсь, в общем, ваша фантазия, так сказать. Я закрепила серединку узелком, для того, чтобы у меня не распустился цветочек. Обрезаю ниточку и пришиваю этот цветочек на ленточку. Обычными, такими наметочными стежками. Вот так вот пришиваем. Можете взять любые цвета, какие хотите, любой вид, какой хотите. В общем, ваша фантазия. Вот так вот. Можем обшить бусинками разными эту восьмерочку. Можем обшить бисером. В общем, как хотите. Украшаете, можете, допустим, клеем и посыпать блестками. То есть, как вы хотите, так и украшаете. Вот так вот сквозь цветочек я решила прошить, чтобы наверняка он держался. После того, как мы пришили... Я пришила еще к цветочку ленточки, вот как вы видите. В общем, после того, как мы пришили эту ленточку к цветочку, я еще, так в качестве, так сказать, декора на уголок обрежу нашу ленточку и подпалю кончики зажигалкой или спичками, в принципе, не важно. Как вы видите, у меня один краешек длиннее, один короче. Это я так специально почему-то решила оставить. В общем, вот так вот. И берем спички или зажигалку и подпаливаем. В общем, ваша фантазия, так скажем, украшаете, как вы считаете нужным. Хотите, еще раз скажу, цветочками обшиваете. И нам осталось, в общем, додекорируете до конца, что вы считаете нужным. И нам осталось лишь только вот сюда на перепоночке, так скажем, которая у нас шире оказалась всего. Если хотите, можете где-то в другом месте, ну, то есть посмотрите. Если, к примеру, у вас пришивается магнитик, то где-то за ленточкой его пришейте, чтобы не видно было, так сказать, его с передней части. У меня это два маленьких магнитика, поэтому я их с помощью клея буду, так сказать, вот здесь вот приклеивать. Вот они друг к другу лепятся. В общем, вот таким вот образом приклею их. И у меня будет вот такой замечательный магнитик на холодильничек. В общем, ваша фантазия, и все у вас обязательно получится. Я надеюсь, что вам понравился мой видеоурок. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!